Уважаемые журналисты, военкоры, репортеры, в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что подождали меня две недели на карантине. Я готов ответить на все ваши вопросы, тем более событий за прошедшую неделю было масса. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста. Сейчас, секунду. Вот вы наверняка задаетесь вопросом, откуда я так досконально владею информацией. Ведь все говорят, что Путин не сидит в интернете. Вы знаете, я в принципе стараюсь избегать всего, что связано со словом «сидеть». Вот если бы можно было, например, стоять в интернете или, скажем, в интернете прилечь, я бы с радостью рассмотрел такую возможность. Но, учитывая, что в этом интернете полно фейков и обмана, я предпочитаю получать всю информацию исключительно из докладов, которые мне приносят компетентнейшие люди. Песков Дмитрий Сергеевич и Шойгу Сергей Кужугетович. И у меня нет оснований им не верить. Если Шойгу говорит, что уничтожили пять систем «Патриот», значит уничтожили. И могли бы уничтожить и больше. Просто больше не получается, потому что у украинцев их всего две. А какие у них потери в другой технике? Вы спросите он у Лукашенко, сколько танков мы уничтожили. Правда, потом оказалось, что это были комбайны, но не суть. Он-то в сельхозтехнике разбирается. Александр Григорьевич подтвердил, что только за первый день контрнаступления мы ликвидировали более 50 танков и 120 БМП. И это только те, которые он сам насчитал в бинокль. А сколько он не успел посчитать? Кстати, в этот же бинокль Лукашенко лично видел, как заложный сбежал за границу. Откуда вы думаете, я об этом так уверенно знаю. Ну да ладно, что вы там хотели спросить? Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста. Да, чуть не забыл. Песков Дмитрий Сергеевич тоже ведь против ветра слова на ветер не бросает. Он мне недавно сообщил, что как минимум одна цель спецоперации уже достигнута. Я имею ввиду демилитаризацию Украины. Мы полностью уничтожили все их старое вооружение. И теперь им остается воевать только лишь новым западным оружием. Мы бы его, поверьте, с легкостью могли бы уничтожить. Но изначально у нас такой цели не было. Цели ведь спецоперации постоянно меняются. Но что-то менять мы постоянно не будем. Что-то еще хотел сказать по этой теме, но забыл. Но неважно, задавайте свой вопрос. Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста. А, вспомнил. Я вот буквально недавно так же общался с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме. Который, кстати, прошел на высоком технологическом уровне. И я с уверенностью могу сказать, что ни один экономический форум в мире не сможет похвастаться, например, такой вкусной мелитопольской черешней, которая была у нас. К слову, это та самая черешня, которая на референдуме единогласно проголосовала за присоединение Запорожской области к России. Дальше, что еще можно отметить из экономических достижений форума? Ну вот, например, один наш десантник с позывным Тузик порвал грелку, как Тузик-грелку. А второй, его коллега, с легкостью об голову погнул арматуру. Я считаю, что это основа любой сильной экономики. Какие выводы мы можем сделать? Либо воспитывать более слабых десантников, что не в наших интересах. Либо повышать качество выпускаемых грелок и арматуры. Либо в корне поменять условия. Пускай в следующий раз один гнет грелку об голову, а второй надувает арматуру. Мы ради улучшения экономики и к таким трансформациям готовы. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста. А по поводу, кстати, Лады, которая якобы не завелась. Просто не все оценили нашу задумку. На этом форуме мы представили единственный в мире автомобиль со встроенной системой распознавания отпечатка попы. И пока в машину не сядет настоящий ее владелец, она не заведется. Что, в принципе, и было продемонстрировано. Что вы там хотели спросить? Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста. Давайте, чтобы уже закрыть тему Слада, я добавлю. Опять же, Зеленский недавно на встрече с нашими заграничными партнерами заявил, что Путин или не контролирует свою армию, или неадекватен. Я ему отвечу так. Сам ты не контролируешь свою армию. Понял? Ну что ж, на сегодня все. Считаю, наша встреча прошла плодотворно. Спасибо за интересные вопросы. Кто не успел задать свой вопрос, жду вас через две недели после карантина на этом же месте. Не опаздывайте.